Вот эти обалденные ножи я покажу тебе в этом видео и в конце будет традиционный конкурс. Всем привет! Полазил я по Алиэкспрессу и подготовил для вас подборку с очень крутыми, брутальными и практичными ножами с сайта Алиэкспресс. Большинство ножей это копии известных брендов, так что не думайте, что это оригиналы, это всего лишь реплика, то есть копия, но качество у них тоже на хорошем уровне. Те, кто досмотрит видео до конца, сможет принять участие в конкурсе с прикольным призом. Сейчас, кстати, вы видите комментарии с прошлой подборки, которые мне понравились. Ставьте лайки и пошли смотреть. Приятного просмотра! И первый нож в нашей подборке это реплика ножа Кардинал. Очень красивый и небольшой складной нож. Рукоять скелетонизирована. Клинок у закрытого ножа прекрасно виден. Такой нож станет не только красивым предметом, но и выручит вас в нужных ситуациях. Сделан клинок из стали М390. Материал ручки ТС4 плюс карбон. Длина рукояти 124 мм. Ширина сложенного ножа 28,5 мм. Толщина рукояти 15 мм. На спинке рукояти расположен ряд из семи бонок. Фиксируется клинок с помощью замка фреймлок, чтобы титановая пластина замка не истиралась и не закусывалась. А пятку клинка к ней прикручена небольшая стальная пластина, называемая сухарем. Клипса отлично будет держать нож на вашем кармане и будет держать клинок всегда на поготове для его использования. Копия брутального ножа от известной фирмы. Нож получил свое название в честь претарианцев, личных телохранителей, состоявших на службе у императора Римской империи. Люди данной должности считались элитой общества. Элитным вышел и нож. Это самая популярная и известная модель в линейке. Относительно небольшой, но одновременно очень мощный складной нож претариан, сочетая в себе смешанные стили, очень удачно воплощенные дизайнерами компании. Мастера из Поднебесной никак не могли обойти вниманием этот великолепный нож и создали его реплику. При ее изучении привлекает внимание массивность ножа. Толщина клинка составляет без малого 5 мм. Клинок в форме танта. Два варианта исполнения рукояти с накладками из G10 или полностью металлическими. Надежный механизм фиксации фреймлок и воссоздание мелких деталей ножа показывает, что копия получилась очень хорошей. Сталь клинка 440С скорее всего обусловлена тем, что аналогичный толстенный клин из D2 удорожил бы нож в разы. Китайская копия русского танта-ножа. Оригинальных ножей танта всего было выпущено 200 штук и нож мгновенно стал редким и коллекционным. Цена оригинала около 180 тысяч рублей. Перед вами его китайская реплика, выполненная из премиум материалов. Примечательно, что в дизайне использовались элементы, ранее в модельном ряду создателя не встречавшиеся. Это и клинок танта и особая конструкция рукояти. Китаец получился на славу. Титановая рукоять, хорошо воссоздающая узор оригинала. Клинок из стали М390. Съемная однопозиционная клипса. Мелкие детали вроде конструкции бонки для темляка. Все сохранено, как в оригинале. Накладки на рукоять из титана внутри облегчены. Сделана выборка. Запорный фреймлок оснащен стальным сухарем. А осевой подшипник, как всегда, обещает четкий и быстрый выброс клинка. Длина клинка 10,5 см. Длина ножа 23,8 см. Толщина обуха 3,5 мм. Материал рукояти Титан. Механизм фиксации фреймлок. Вес ножа 145 грамм. Очень необычный и оригинальный мультитул с ножом и, внимание, рогаткой. Многофункциональный инструмент, который проектировался преимущественно для охотников и рыбаков. В первую очередь выделяется своим набором функций. В отличие от уже привычных мультитулов популярных брендов, инструмент в своем арсенале предусматривает полноценный нож, пилу по дереву, небольшой филейный нож со шкуросъемным крючком и складную рогатку, которая дополняется эластичным метательным жгутом и седлом. Основной клинок, который извлекается при помощи флиппера и фиксируется замком типа лайнер-лок, изготовлен с использованием нержавеющей стали марки WG-10. Рукоятку инструмента формируют стальные лайнеры и внешние накладки из сплава титана. Полная длина инструмента с извлеченным клинком составляет почти 216 мм. Длина в сложенном виде равна 127 мм. Длина клинка около 89 мм. Толщина клинка в обухе 3,8 мм. Вес 204 грамма. Еще одна качественная копия выкидного ножа. Обоюдоострый клинок кинжальной формы молниеносно вылетает из рукояти с внушительным звуком, который не оставит равнодушным ни одного любителя ножей. Крепкая рукоять из алюминиевого сплава. Клипса для ношения на поясе или в кармане. Стеклобой с противоположной от выбрасывания лезвия стороны. И безотказная работа клинка делает этот нож надежным и удобным инструментом по доступной цене. Китайцы скопировали абсолютно все. И внешне их нож ничем не отличается от оригинала. Изменения коснулись лишь дорогой стали S30V, которая была заменена на более дешевую марку 440. Нож с фронтальным выбросом клинка. Отличный антидепрессант за разумные деньги. Для любителей недорогих качественных фронталок идеальный вариант. Керамбитовый нож коготь. Иногда на китайцев накатывают вдохновение, и они начинают создавать собственные дизайны ножей, что часто не оправдывает себя. Но бывают и редкие исключения. Этот компактный, но мощный керамбит в форме полумесяца с фиксированным клинком вобрал в себя все ключевые черты тактических ножей такого типа. Здесь и полноценный фуллтэнк. Клинок в основании рукояти изготовлен из цельного куска стали. И обработка клинка Blackwatch. Эргономичная рукоять с накладками из G10. С выемками под пальцы для улучшенного хвата. Традиционное кольцо с аккуратно снятыми фасками на острых гранях. Производитель заявляет, сталь клинка D2. Характерной особенностью ножа является наличие прямо на обухе выточенного серрейтера. Поэтому можно утверждать, что здесь присутствует двухсторонняя заточка. Вогнутые спуски от половины обуха только усиливают эффект действительно скрупулезно изготовленного качественного ножа. В комплект входят классические кожаные ножны с креплением на поясной ремень. Мини-нож охотника. Китайский кастомный нож, выпущенный китайскими мастерами, вдохновленными линейкой охотничьих ножей. Нож обладает мощным клинком, деревянными плашками и причудливой обработкой обуха, которая помимо декоративной функции выполняет роль насечки под большой палец. Несмотря на скромные размеры, нож имеет довольно широкий профиль и ухватистую рукоять. Большая подпальцевая выемка является ее органичным продолжением. Клинок из стали 5SR13MOV обработан черным Stone Wash. Нож комплектуется ножнами из нейлона с креплением на пояс. Складной карманный нож. Бюджетный складной нож из серии Valofolders получил название Tenacious, что означает крепкий или цепкий. Несмотря на то, оригинал этого ножа производится в Китае. Он стал настолько популярен, что китайцы поспешили сделать его реплику. Она перед вами. Сохранены все материалы рукояти и лезвия. Это компактный и шустрый нож работяга, стабильно хорошо продающийся и по сегодняшний день. В сравнении со своими популярными братьями и не только, он имеет весьма доступную цену при нормальных характеристиках, таких как сталь S30V и накладки на рукоять из G10. Нож обернутый цепью. Это тяжелый и оригинальный нож. Он весит 170 грамм. Ручка и лезвие были обработаны, чтобы выглядеть так, как будто цепочка обертывается вокруг рукояти и вниз по обуху лезвия. Это не только выглядит потрясающе, но добавляет текстуру к ручке. Материал клинка сталь 440S, рукояти 410SS. Нож хоть и необычный и выглядит круто, но вполне удобный и сгодится для помощи при нарезке чего-либо и использовании его по назначению. Для переноски он укомплектован клипсой, тип замка Liner Lock. Возможно, этот нож вряд ли станет самым дорогим в вашей коллекции, но он определенно будет самым уникальным. Нож-коготь Орла. Клинок керамбитовой формы имеет полную серейтерную заточку и предназначен для быстрого и легкого реза волокнистых материалов, чем в морской области являются канаты, рыболовные снасти и такелажные крепежи. Быстрый тяговый рез происходит за счет того, что множество зубчиков в разных плоскостях и под разными углами одновременно вгрызаются во множество нитей. Кроме того, такая форма клинка гарантирует, что нож не соскользнет с каната в самый неподходящий момент, а море таких ошибок не прощает. Так что работу, для которой и сконструировался этот нож, он выполняет отлично. Сделали реплику из скромной стали 5SR13MOV, чего, впрочем, вполне достаточно для целей, которые выполняет нож. Это позволило также уменьшить цену. Другие же материалы остались без изменений. Рукоять с двумя стальными лайнерами, накладки из композита G10, замок Blacklock Eclipse, которая не переставляется. Шейный нож скрытого ношения Представляет собой цельнометаллическую конструкцию с минималистичным фиксированным лезвием, выполненным из D2 стали с антикоррозийными свойствами. Нож оснащен рукояткой из нержавеющей стали с кольцом у основания для удобного удержания как прямым, так и обратным хватом. Вдоль рукояти присутствуют насечки, препятствующие соскользанию руки при работе. Для переноски в комплекте поставляются ножны из кайдекса, с отверстиями по периметру и цепочка для нескольких вариантов ношения, включая шейный. Маленький тактический нож Имеет скелетную конструкцию и оригинальную конструкцию пластиковых ножен. Удобен для тонкой работы. Также отлично подойдет, как скрытый нож на каждый день, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Нож выполнен из нержавеющей стали 440S. Конструкция ножа с тремя отверстиями и вырезом, разделяющим рукоятку и лезвие. Позволяет использовать различные виды качественного охвата. Ножный держатель выполнен из упрочненного волокна нейлона и обеспечивает надежное удержание ножа при ношении и его быстрое извлечение в случае необходимости. На 100% надежно удерживается в руке пользователя. Причем этой же рукой можно подхватить или удержать различные предметы без риска выронить нож. Он очень компактный, позволит легко выполнить большинство задач. Тренировочный нож Профессионалы рекомендуют начинать знакомство с ножами-болисонгами с тренировочных моделей. Это поможет в будущем сохранить уверенность в обращении и целые пальцы. Это качественный нож-бабочка, который предназначен для занятий, тренировок и оттачивания мастерства владения ножом такого типа. Аксессуар сделан из прочного материала, на него нанесена стойкая краска, а главное, клинок не будет деформироваться при попаданиях и ударах. Внешне данный болисонг для тренировок полностью идентичен тем, что используется для самообороны и трюков. Если клинок сложен, то лезвие находится между двух половин рукояти, что обеспечивает безопасность при ношении. Модель хорошо развивает реакцию и скорость. Не зря тренировочные болисонги пользуются популярностью по всему миру. Копия ножа муравей Создатель оригинального ножа, американец Джефф Рэндалл, дал своему творению достаточно необычное имя – Изула. Изула, или как ее еще называют, муравей-пуля, получил такое имя не случайно. Укус у Зулы по болевым ощущениям можно сравнить с болью от огнестрельного оружия. Китайская реплика этого популярного ножа перед вами. Сразу бросается в глаза отсутствие накладок, плашек на рукояти. Можно сделать обмотку рукояти паракордовым шнуром и превратить нож в инструмент выживания. Впрочем, это уже решать вам. В комплекте с ножом идут также пластиковые ножны с фиксацией ножа и длинной цепочкой, которая дает возможность носить нож на шее. Из отзывов о ноже я нашел такой комментарий. У китайцев получилась ломовитая копия. Плохо режет, зато можно колоть дрова. Некоторым людям нужны такие ножи. Я думаю, если самому нож заточить, то он будет хорошо резать. Интересный кастомный нож. Данный небольшой нож – реплика на второе поколение модели Берн Клевер. Как и оригинал, нож имеет цельнометаллическую титановую рукоять и клинок характерной формы. Китайцы поставили сталь S35VN. Традиционно нож снабжен механизмом фиксации Фритион. Он не такой надежный, как те же Лайнер Лок или Фрейм Лок, но все же для ножа такого размера большего и не нужно. Реплика отличается высоким качеством материалов и радует исполнением мельчайших деталей. Присутствует съемная клипса. Китайцы на сайте написали, что нож для шашлыков. Думаю, что для шашлычного дела точно подойдет. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Кстати, длина ножа 11,9 см, а лезвие 4,5 см. Вес 46 грамм. А вот и конкурс. Приз конкурса «Нож монета». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, с какими ножами еще мне сделать подборочку. Например, с карманами маленькими, со средними ножами на каждый день, или с ножами побольше, так сказать, для охоты. И еще напишите, какой нож с этой подборки вам понравился. Некоторые комментарии я выберу для следующей подборки и покажу их в видео. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!